Я только что, ну буквально минут 20, прилетела в Болгарию, в Варну. Мой путь проходил очень нервно, и я отвечу на вопрос, как добираться в Болгарию с неоткрытой шенгенской визой другой страны. Времени у меня много, прилетела я практически ночью, поэтому я решила по горячим следам записать это видео именно в аэропорту. Ну начнем с того, что эта дискуссия пускает в этом году Болгария, или не пускает, она до сих пор вот еще продолжается, и есть и такие случаи, и такие случаи, я естественно, когда ехала, сильно волновалась. Думаю, что кто посмотрит мои видео, они конечно в теме, но тем не менее я напомню, что в прошлом, в 2023 году, в Болгарии ввели правила о том, что они к себе не пускают по шенгенской визе другой страны, неоткрытой в той самой стране. И когда я в этом году, в 2024, собралась лететь в Болгарию, я естественно дожидалась апреля, когда страна начнет выдавать шенгенские визы, но эта вся история тянулась и тянулась, надо было принимать какое-то решение, и в итоге я приняла решение открыть через протоптанную дорогу, через Испанию. И на тот момент как раз я еще раздумывала, куда поехать, и в общем-то испанская виза мне бы все равно пригодилась. Но так случилось, что она мне пригодилась ни для Испании, ни для другой страны, находящейся рядом с ней, ни с Португалией, ни с Францией. И в итоге, значит, я решила, что вот я еду в Болгарию, и, соответственно, начала участвовать в различных... Ну, как участвовать? Читать различные чаты в телеграм-канале. И я говорю, что мнения абсолютно, вот знаете, разнились. Было твердое убеждение со стороны ряда туроператоров, которые, естественно, лоббируют на своих перевозчиков свой трансфер, что надо ехать по земле, то есть долетать до Стамбула и дальше брать трансфер. Ну, вот этот трансфер, как и... Ну, ладно, тут дело автобус, который имеет конкретный рейс и все, идет по всему побережью от аэропорта Стамбула, либо от автовокзала. А вот эти трансферы, вещь непонятная. Ну, вот они не набрали народ, а тебе цены взвинчивают, жесткого времени нет. Ну, в итоге я страдала-страдала и решила, что я полечу от Стамбула тоже до Вармана. И до самого момента все, я мониторила ситуацию, очень беспокоилась, как меня пустят. Ну, вот, наступает, значит, день вылета, и начинаю я регистрацию во Внуково. С большим недоумением регистратор открывает, значит, мне визу и говорит, а что же у вас виза-то испанская? Я говорю, ну, да, мы сейчас же визе в Болгарии. Выдают сами шенгенские визы и пускают по шенгенским визам уже свободно. И мой ответ ее не убедила, она начала звонить, советоваться. Там что-то как-то ей, видимо, тоже не очень внятно проясняют. Я продолжаю настаивать на своем, а у самой сердца тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я говорю, что нет, вот уже все, ситуация изменилась, это было в прошлом году, в этом году уже все не так. И она там долго-долго советовалась, и потом официальный, официальный товарищи, представитель авиакомпании говорит мне, а так вы бы сделаете сейчас фиктивную, ну, перелет. Я, конечно, прибалдела и говорю, вы знаете, я вот в Испанию, Испания мне дала на три месяца, я собираюсь в сентябре. И зачем я сейчас буду по каким-то фиктивным документам въезжать, когда страна пускает по шенгенским визам. В общем, как-то, видимо, я была очень напориста. Там, кто был на другом конце провода, с кем она советовалась, тоже тык-тык-тык-тык-тык-тык. В итоге, значит, меня пропустили. Дальше, соответственно, из Стамбула я лечу по-прежнему в Туркише-Айрландс. А вы знаете, что турецкие авиалини, они живут собственной жизнью. И вот эти известные скандалы, как они не пускают россиян в направлении латиноамериканского, в латиноамериканском направлении, соответственно, это тоже вещь очень тревожная. И вот доходит до момента вылета из Парула, еще самолетов, и это началась уборка. Еще самолет был задержан, но в итоге, сейчас, секундочку. И вот доходит, значит, дело до вылета из Стамбула. В Стамбуле давно уже посадку предваряет тоже предварительный контроль. И это зависит от того направления и той стороны. Ну, в данном случае, раз это Европа, то, соответственно, тоже проверяют, ставят штампики до того, как еще начинают запускать на посадку. Доходит очередь для меня, представитель авиакомпании листает паспорт, видит, что, значит, у меня не было въездов, она тоже бежит куда-то советоваться. Тут у меня сердце снова заколотилось, еще сильнее, чем во Внуково. И я вижу, что там разговор очень короткий, она мне ставит штамп на мой посадочный билет. Я думаю, ну, слава богу, все, теперь осталось самое последнее, пройти паспортный контроль непосредственно в армию. И так получается, что, значит, я стою практически в хвосте на паспортный контроль. И когда, тоже, значит, до меня доходит очередь, пограничник листает-листает, смотрит у меня на мою визу, говорит, такая же шенгенская виза. Я думаю, ну, позвольте, сейчас как бы Болгария даже национальной визе не дает, и вроде как их виза тоже приравнивается, ну, по сути, к шенгенской. Я говорю, ну, да, а сама уже даже не знаю, что сказать, потому что если в аэропорту Стамбула я заготовила речь, которую, значит, перевела на английский язык, чтобы, значит, тоже убедительно говорить о том, что эти правила перестали действовать, которые были в прошлом году, что сейчас вот оно вот так вот. Ну, он так посмотрел, посканировал у меня пальцы, которые, значит, соответственно, но он не у всех это просил. Ну, и все, пожелал счастливого прибытия и хорошего отдыха. При этом мне ни цели не спросили, ни обратного билета не спросили, хотя тоже я как бы была готова на все это дело ответить. Ну, в общем, это было, ребята, нервно, но, тем не менее, я прошла с ней открытой испанской визой. Я читала в чатах, что спускают по земле и с однократной, а у меня, мол, с однократной визой другой стороны, даже типа с греческой. Хотя, по мнению людей в этой сфере, работающих профессионально, говорят, что именно с однократной в греческой не пускают. Ну, вот у меня вот такой вот случай, и вот все закончилось очень благополучно. И, в общем, чего я и вам желаю. Мой опыт такой. Если что-то я еще вспомню, я потом в дозапишу. Вообще, я для себя готовила отступные варианты. Мало ли меня вот, ну, понятно, если там внукова бы не пустили, я на территории России, просто я бы поехала домой. А что мне, значит, делать, если меня, допустим, не пускают уже в Стамбуле? Тут я, значит, ну, наверное, бы купила обратный билет, либо, ну, соответственно, тоже в Россию. Но был еще вариант, что все-таки связаться вот с теми вариантами трансфера, чтобы они меня где-то подобрали, и добираться по наземному пути. Потому что про отказы по наземному пути я вот как-то не слышала. Если, говоря, беспокоилась именно за турецкие авиалинии, то про наземный путь, ну, он, к сожалению, длится вот очень долго, минимум шесть часов, и еще прохождение границы непонятно, сколько занимает. Ну, а в отношении Варны, ну, тут подходил вариант. Я даже не буду его озвучивать, какой, если бы вдруг у меня аннулировали визу. Ну, вот, пока, говорят, страдает этим по-прежнему только Германия. Когда к ней въезжают не с визами виданными, когда въезжают по визе виданными, выданными именно как раз не Германией. Вот, ну, то есть какие-то вот такие запасные варианты, естественно, для себя надо в голове держать, что если так, а если, ну, как, какие шаги предпринять. Ну, и вообще, говорю, в этой истории меня, конечно, больше всего удивило поведение представителей авиакомпании во Внуково. Это, я даже не ожидала такого прямого и откровенного совета. Я так предполагаю, что именно вот даже это был совет нам, человека, с которым она разговаривала по телефону, вот этого вот сотрудницы. Наверное, пожалуй, и все на этом. В общем, как можно, чтобы наши все перелеты, путешествия проходили спокойно. Спасибо.